всем привет друзья мы продолжаем делать ремонт в этой небольшой однушки и сегодня мы будем заниматься зоной гостиной будет интересно погнали изначально эта квартира выглядела так была отделка от застройщика на стенах обои под покраску на полу керамогранит и ламинат потолки натяжные первым делом мы обустроили прихожую кстати очень бюджетно также мы разобрались гардеробной скрыли в нее дверь при помощи обычных деревянных реек а еще в прошлой части мы закончили ремонт спальни в маленьком пространстве поместили все необходимое сами сделали изголовье кровати в котором разместились розетки индивидуальное освещение и полка для книг ссылки на предыдущие видео вы найдете в описании ссылку на планировку этой однушки я также оставлю в описании планировка в зоне гостиной у нас тоже немножечко видоизменилась поскольку здесь будет стоять диван мы подумали почему бы не использовать подоконник как дополнительное место для отдыха тем более в маленьких квартирах хочется задействовать каждый сантиметр пространства мы задумали сделать подоконник на котором можно сидеть и заодно закрыть радиатор должно получиться классное место для отдыха и для общения с друзьями которые приходят в гости эта идея пришла к нам в голову когда мы поняли что высота подоконника просто идеальная для сидения видите если сравнить с высотой стула то они практически одинаковые подоконник мы решили сделать из мебельного щита который просто положим сверху и сделаем опоры и он будет помимо того что будет накрывать этот подоконник он еще будет выходить вот сюда и будет заподлицо со стеной вот таким образом мы сняли замеры нашего будущего подоконника вот они вот такие у нас тут отправляемся строительный магазин мы купили вот такой деревянный щит и там же в магазине попилили на нужную ширину смотрите какую мы штуку нашли не терпится попробовать если честно и нам не терпится попробовать что это вы здесь делаете испытываем новую штуку смотрите она двигается и нужно неровные всякие участки возле ней то есть будет вот такая линия вот такая линия вот такая вот этот вот зигзак перевить перенесется на деревяшку и Продолжение следует... Сейчас мы будем делать опоры для нашего подоконника, чтобы конструкция была жесткой и на ней можно было сидеть. Предварительно мы измерили высоту каждой опоры, и она составляет у нас 45,7 см. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы разметили опоры, расставили их. Сейчас мы будем крепить их на металлические уголки к самому подоконнику. Между ними сделаем перемычки для того, чтобы конструкция была еще жестче и не разъезжалась. Маша уже своей попой протестировала, подоконник отлично выдерживает любой вес. И обратите внимание, что опоры мы немножечко заглубили внутрь. Сделали мы это специально для того, чтобы когда человек подходил, он не бился ногами в экран. И ему было комфортно присаживаться на подоконник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сделали каркас подоконника. И сейчас мы будем делать экран, который будет закрывать радиатор. Он у нас будет съемный на магнитиках. Продолжение следует... Клей это, конечно, хорошо, но металлические уголки точно лишними не будут. Рамка от экрана стала вот таким образом. И обратите внимание, Слава добавил еще одну стойку посередине. Теперь мы будем крепить к рамке магниты в количестве двух штук. Каркас для экрана. Экрана готов, магниты на месте. Теперь мы пилим рейки для лицевой части экрана. Затем я их буду шлифовать и приклеивать к каркасу. Мой вам совет. Покройте лаком все рейки и каркас до сборки, а не как я. Так будет намного проще и быстрее. Продолжение следует... Экран примерили, теперь можно и лаком покрывать. Мы используем тот же лак, которым покрывали изголовье кровати. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я покрыла подоконник лаком, но хочу покрыть именно сидушечку вот эту на второй слой. И перед этим я хочу пошлифовать, чтобы убрать ворс, который поднялся после первого слоя. Субтитры сделал DimaTorzok Прежде чем мы окончательно закрепим наш подоконник, нам необходимо хорошенечко вымыть наши окна и оконные рамы. И в этом нам помогут чистящие средства от российского бренда Junda, который мы уже неоднократно использовали. Это инновационное направление бьюти-химии. У бренда широкая линейка, можно найти продукт под любые задачи в уборке дома. Так пахнет вкусно. Да, потому что это средство сделано на основе аромамасел и оставляет приятный шлейф в интерьере. Чудесно, что это средство не оставляет разводов. А купить его можно на любом маркетплейсе, в Литуале, Золотом Яблоке, а также на полках магазинах. Ссылочку на него мы оставим в описании. Кстати, у нас очень дует из окон, поэтому мы сейчас проложим уплотнитель, чтобы было более комфортно. Вот такой уплотнитель, говорят, очень классный. Наклеивается на резиночку. Стены в зоне гостиной необходимо покрасить. Используем вот такую краску. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ура! Все покрашено. Славочка подкорректировал там, где у нас краска снялась из зеленой стены. И мы сейчас будем уже прикреплять наши шторочки. Субтитры сделал DimaTorzok Устанавливаем на место наш подоконник. Слава вешает люстру. Она, кстати, лежала у нас года 4, и нигде мы ее не могли применить. А в этом интерьере есть самое место. Все отлично. Слава головой не задевает. Значит, вполне здесь могут жить двухметровые люди. Самые внимательные, наверное, уже заметили, что у нас появился диван. И мы сейчас будем делать зону телевизора. Вот Славочка уже ждет. В интернете мы нашли прикольное решение, где хранение совмещается с рабочей зоной. И мы решили такое же воплотить в нашей зоне ТВ. Но сделаем мы это, естественно, бюджетнее. По сути, это комод и столешница сверху, которая является рабочей зоной. Мы схитрили и просто купили отдельно комод, а также мы купили отдельно подстолье. В общем, сейчас все увидите. Собираем комод. Ну, вернее, Слава собирает. Я вообще в этом видео филоню. Слава полностью все делает. А я его только морально подбадриваю. КОНЕЦ Крепим к стене кронштейн. На нем будет висеть телевизор. КОНЕЦ Вот такой вырисовывается у нас концепт. Ящики еще мы дособерем. Столешку мы не крепили ни к стене, ни к комоду. К ней прикрепили только ножку. И при желании ее можно отодвинуть и сделать стол побольше. Ну, и самое главное, что многие, возможно, заметили, это не столешка. Это остатки от нашей кровати. То самое оригинальное изголовье, которое мы заменили у кровати. А здесь использовали. Ну, здесь снизу можно заметить отверстие от крепления к кровати. А по высоте мы четко подобрали подстолье и высоту комода. Они совпадают, поэтому все у нас здесь ровненько получилось. Единственное, что меня здесь смущает, это торчащий провод. Еще не придумали, что с ним делать. Возможно, здесь появятся какие-то стеновые панели в виде реек. А может и нет. Вот уже вырисовывается зона гостиной. Остался только текстиль, декор. И еще вот здесь появится торшер. Мы отправились в строительный магазин. Хотели присмотреть какой-нибудь торшер. И что-то, честно говоря, офигели от цен. И пришла в голову мысль сделать его самостоятельно. Как мы делали торшер, мы покажем в отдельном видео. А сейчас наводим уют и красоту в гостиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зона гостиной готова. Давайте же скорее посмотрим, как было до. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как стало после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой результат у нас получился. Если вам было полезно и интересно, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и заглядывайте к нам в телеграм-канал. А я с вами прощаюсь. Пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»